тех видеть и мы сейчас начинаем нашу встречу сегодняшнюю пожалуйста небольшая просьба для того чтобы проверить насколько меня слышно все ли в порядке у нас со звуком просьба отреагировать в нашем чате поставить какой-нибудь знак или смайлик или десяточку или плюсик все ли в порядке хорошо ли вам меня слышно вижу десяточки всем привет из литвы всем привет набережным челнам привет павлу дуброву и всем братьям и сестрам сетевым тоже передаю привет несмотря на то что сегодня скажем в россии других странах дни праздничные но вижу что вы нашли время ты и интерес к нашей сегодняшней онлайн встречи да и конечно как я анонсировал раньше сегодня мы с вами поговорим о создании потенциального потока и клиентов через сейчас одну минуту я включу запись на всякий случай вот сегодня мы как как я уже сказал что анонсировал раньше что сегодня мы с вами будем разговаривать на тему как правильно наверное создать поток потенциальных клиентов и партнеров в социальной сети такой как фейсбук поскольку мы все с вами знаем что сегодня на сегодняшний день социальные сети наверное являются одной из неотъемлемой части нашего с вами бизнеса да то есть людей которые занимаются продвижением в сетевом маркетинге в компании в корпорации сайбериан велнос да то есть работают замечательными скажем продуктами вот и замечательным бизнес предложением да то есть и естественно не использовать социальные сети в своей работе в своем продвижении но наверное это просто напросто бить себе скажем по кошельку и по своему списку контактов на прошлой встрече мы с вами уделили такое внимание как социальные сети инстаграм говорили о алгоритмах работы да о том как правильно оформить на что обратить внимание в своей работе в социальной сети инстаграм да кстати хочу сказать что буквально вчера на нашем замечательном корпоративном сайте корпорации сайбериан велнос в помощь всем инстаграм щекам да то есть или в помощь всем людям которые занимаются продвижением еще нашего бизнеса и в социальной сети инстаграма вышел контент план на целый месяц и я кстати реально удивлен и очень с большой благодарностью отношусь к тем инструментом которые компания сайбериан велнос дает вспомогательным да для людей или для своих партнеров которые хотят еще и продвигать бизнес через социальные сети и контент план который буквально уже там пару дней назад был опубликован на май месяц но это здорово обычно как я говорил ранее что контент план для каждого человека который занимается продвижением или бизнес предложение да то есть или а продуктовых каких-то линеек в социальных сетях то контент план является ну наверное может быть 50 процентов до успеха и привлечения новых партнеров и клиентов своей организации и на самом деле это здорово и ну я наверное не встречал очень не то что очень давно хотел сказать а вообще не встречал как бы компании которые еще в этом помогают то есть в предыдущей компании у меня на это уходило очень много времени очень много скажем часов до для того чтобы составить какой-то контент план для себя не то что уж на месяц на неделю в частности да и работать по плану это всегда более эффективно и всегда более скажем профессионально и я конечно очень рад что в компании сайбериан велнес компания следит за новинками следит за сетевыми скажем правильными действиями да и обеспечивает партнеров особенно для начинающих особенно для людей которые только-только может быть начинают или пытаются делать свои первые и профессиональные шаги в работе в социальных сетях иметь контент план это здорово так что я попрошу вас если вы еще об этом не знаете или не слышали до зайти после нашей встречи на корпоративный сайт компании ну вот и ознакомиться с контент планом для работы в социальной сети инстаграм что будет что реально будет экономить ваше и время вот и сокращать скажем ваши действия продвижения поскольку по плану всегда как я уже сказал эффективней и более правильно и контент план отличный на май могу сказать что там все понятно что делать когда делать какой пост где чего то есть все действия расписаны и это здорово подчеркиваю особенно для начинающих людей которые только начинают можно сказать знакомиться с социальными сетями и делать свои первые шаги вот ну что ж а мы перейдем к такой социальной сети как фейсбук поскольку фейсбук это скажем социальная сеть которой принадлежит социальная сеть инстаграм да то есть инстаграм можно сказать это младший брат фейсбука потому что на прошлой встрече я вам говорил что там не помню сколько лет назад но социальная сеть фейсбук выкупила или приобрела полный пакет акций инстаграма поэтому в принципе это две родные такие души в мире социальных сетей но если инстаграм это сеть такая более простая динамичная да то есть и понятно для людей где человек выкладывает фотографии пишет посты до выкладывает видео пишет комментарии контактирует с людьми то фейсбук конечно это такая уж если говорить то социально социальная сеть вот конечно она намного больше намного функциональней чем чем инстаграм и алгоритмы действия и работы в социал в такой социальной сети как фейсбук они конечно намного шире и возможности для общения намного больше вот я не хочу сейчас сравнивать скажем говорить что лучше или что хуже да вот поскольку я использую все социальные сети и почему я сейчас говорю именно о фейсбуке да почему я говорю не о такой социальной сети как контакты или одноклассники да а вот именно хочу заострить ваше внимание на фейсбуке ну по одной простой причине что я всегда стараюсь продвигать бизнес да или работать с люди в тех местах где есть максимальное скопление людей да вот и если говорить о фейсбуке то конечно скажем фейсбук по сравнению с другими социальными сетями своим масштабом ну просто-напросто впечатляет чем он хорош то есть хорош тем что фейсбуком пользуются все да то есть фейсбуке сегодня патана у нас наверное для нашего с вами бизнеса собрана собрана максимальная аудитория интересная для нас с вами и чем интересен например мне фейсбук потому что в нем находятся люди абсолютно разных возрастов да то есть абсолютно разных вероисповеданий и абсолютно разных как сказать людей по странам да то есть я география скажем фейсбука она ну просто-напросто наверное сегодня номер один да то есть например если сравнивать скажем такой социальной сетью как одноклассники конечно скажем фейсбук по своему функционалу намного превосходит социальную сеть одноклассники все-таки одноклассники но в моем понимании такая узкоспециализированная да то есть социальная сеть для ну я могу ошибаться да но это мое мнение с ним можно будет соглашаться можно не соглашаться ну вот но для меня сети одноклассники это сеть действительно для одноклассников да то есть это для людей возрасте наверное от 50 и выше вот если например сравнивать социальной сетью как вконтакте то социальная сеть вконтакте она более динамичная но в этой социальной сети например основная рабочая да группа да то есть люди которые там что-то делают что-то ведут используют эту эту социальную сеть вот это люди более молодого возраста там от скажем 7 и до там до 15 и 20 лет вот я сейчас говорю не о том количестве которые зарегистрированы в этих сетях а о том количестве которые делают какие-либо действия ведут свой аккаунт что-то пишут что-то смотрят которые пользуются какой-то информации в этих социальных сетях и я сегодня констатирую как бы факт что фейсбуком пользуются все особенно для нашего бизнеса пользуются фейсбуком поскольку она международная да то есть почему например мне интересен фейсбук потому что я могу формировать потенциальную скажем сеть своих контактов до потенциальных партнеров ну во всех странах где представлен фейсбук по крайней мере да то есть если говорить об одноклассниках то это ну в основном это россия и немного страны бывшего снг да то есть если говорить о контактах то контакты тоже ну не во всех странах даже а знают об этой социальной сети поскольку ну в принципе как бы она была заточена изначально под российский рынок поэтому я все-таки сторонник международных отношений вот поэтому для меня как бы в моем бизнесе или в моем бизнес предложение да в том деле которым я занимаюсь для меня интересно это инстаграм и это фейсбук хотя я не хочу сказать что я например не представлен в такой сети как контакт да то есть ну вот если честно в одноклассники я не заходил уже как освоил фейсбук я забыл про одноклассники вот поэтому говорю как говорится на прошлой встрече как я сказал говорю только о том что я делаю и только делюсь только своими наработками да не полученными какими-то скажем на встречах теоретических то есть поэтому вот постараюсь рассказать вам сегодня и обратить внимание на основные моменты представления вашего бренда как сейчас модно говорить да что создание своего собственного бренда в соцсетях кто слышал про такое да что очень важно создать свой собственный бренд в социальной сети поставьте пожалуйста в чате цифру 5 вот кто уже где-то когда-то слышал такое высказывание может быть получал получал какие-либо письма смс ки вот с такими предложениями много всяких чудо онлайн тренеров сегодня есть которые на этой замечательной ноте пытаются содрать с обычного обывателя какую-то денежку предложив ему супер школу или супер курсы на именно тем чтобы человек создал свой бренд вот но я вам могу сказать что для этого ну не обязательно обращаться скажем каким-то специалистам заканчивать компьютерные курсы вот поскольку работа в социальной сети она всегда так же как и в сетевом маркетинге да чем больше у вас практики чем больше у вас практики общения с людьми тем лучше у вас это получается чем больше вы встреч в обычной жизни проводите чем больше разговоров или предложений вы делаете людям тем больше у вас строится ваша партнерская организация появляются клиенты ну и так далее то же самое и в социальных сетях чем больше вы уделяете скажем времени на прошлой встрече мы с вами говорили о том что очень важно в работе в социальных сетях иметь постоянство да то есть не раз в год заходить на свой аккаунт там не раз в десятилетие да то есть смотреть уделять этому хотя бы 15 20 30 минут в день вот ну скажем мы всегда на это способны до чтобы уделить 30 минут в день своим социальным сетям общение со своими фанатами общению со своими друзьями вот общение скажем основами партнерами потенциальными вот и так далее поэтому давайте переходите непосредственно к вашему личному собственному созданию вашего бренда социальной сети фейсбук и первое на что я хотел бы обратить внимание сейчас попробую даже рисовать и отмечать да вот отлично треугольничек у меня получился вот поэтому первое на что бы мне хотелось обратить ваше внимание это на оформление непосредственно вашей странице на в социальной сети фейсбук вот это обновить фото обложки почему потому что вы все знаете особенно любители театров да что театр начинается с вешалки то же самое в фейсбуке есть знаете или как и как говорят в сетевом маркетинге что никогда не будет второго шанса на первое впечатление и человек который попадает на вашу страничку естественно скажем он всегда хотите вы этого или нет он всегда создает или получает первое впечатление о хозяине скажем аккаунта и так далее поэтому я думаю что вы понимаете почему у меня здесь на главной фото обложке написано сайбериан велнес да то есть вот такая вот красивая фотография вот скажем для тех кто панкует кто любит панк-рок да то есть тот поймет значит сразу что человек когда попадает на страничку дмитрия голдина я думаю что ему сразу становится понятно представитель какого бренда да то есть чем занимается дмитрий голдин я говорю об этом очень очень серьезно и если сегодня вы имеете свой аккаунт в социальной сети фейсбук первое даже прежде чем начинать говорить о привлечении партнеров привлечения клиентов да о контактировании с людьми в социальных сетях для начала нужно правильно оформить соответствующие да то есть соответствующие вашему имиджу и вашему вашему роду деятельности которым вы занимаетесь свою скажем так свою страничку да то есть свою вешалку как в театре говорится вот поэтому я рекомендую вам обратить на это внимание чуть позже я скажу что где взять какие фотографии вот что лучше вставлять и так далее но обратите внимание то что ну всегда здесь разные картинки я просто вижу людей которые сегодня присутствуют на наших встречах вот хотя кому-то может быть сегодня это немножко сложно понимать поскольку здесь есть люди которых даже и нету аккаунтов в социальной сети фейсбук вот есть такие у которых нарисованы на главной страничке кошечки собачки еще какая-то билиберда да то есть я сторонник на то чтобы здесь было понятно когда вы попадаете что вы представитель бренда сайбериан волос поверьте мне это скажем сыграет в конечном итоге положительную роль да то есть и всегда будет создавать определенное мнение у новых людей которые попадают на ваши странички как это делается вот здесь нажимаете вот сюда обновить фото обложки закачиваете фотографию которая вам нравится да то есть поэтому я всегда сторонник чтобы на главной обложке было сразу понятно да то есть чем занимается человек вот сразу было ясно то есть потому что иногда многие люди но на особенно новички скажем в нашем деле всегда стесняются до говорить может быть или заявлять о том в какой компании или каким бизнесом они занимаются не скрывать от моих потенциальных партнеров и клиентов нечего вот и мало того я могу сказать что учитывая что я нахожусь месяц в компании сайбериан волос для меня очень важно сейчас каждый день по максимуму информировать своих потенциальных партнеров и клиентов о том бизнесе которым я занимаюсь о том бизнес предложение о продукции с которой я работаю поэтому я рекомендую вам всем начать именно с этого следующий момент следующий момент очень важный это ваша личная аватарка это ваша личная аватарка здесь я может быть буду повторяться то о чем я говорил на предыдущей встрече вот касаемо инстаграм что сегодня всем людям которые с вами общаются да то есть или люди с которыми вы общаетесь вот всем очень важно знать понимать и видеть с кем они общаются что это за человек да то есть люди не хотят общаться с мутными фотографиями люди не хотят общаться с кошечками с собачками с домашними животными с цветочками с чем еще то есть ну разные варианты я не стал сегодня специально приводить как бы хорошие правильные варианты и неправильные для этого примера я думаю что сегодня у нас собрались все абсолютно адекватные люди на встрече вот и они как бы ну не обязательно вам сравнивать смотрите как делал я я делаю абсолютно правильно фотография на белом фоне вот а я подчеркиваю что всеми маркетологами уже давно прописано что вашу аватарку лучше чтобы ваша фотография была качественная и чтобы она была на белом фоне да то есть не на каком либо другом даже если бы он был бы очень-очень качественный этот фон я сторонник чтобы ну вот так говорят психологи да то есть я с этим соглашусь я не всегда соглашаюсь с психологами и с психоаналитиками но что касается скажем интернет продвижения и маркетинга этот момент очень важный да вот потому что тут видно что это я вот видно что я человек открытый искренний довольно таки веселый на этой фотографии но вот когда я ее ставил первая мысль которая у меня была вот если я поставлю эту фотографию захочет ли со мной кто-то общаться вот могу сказать что как только я поставил эту фотографию количество друзей вот здесь я сейчас обращу ваше внимание видите друзья количество друзей в моем аккаунте фейсбук увеличилась ну примерно тысячи на полторы вот а если мы с вами забежим в такую тему как ваши потенциальные партнеры и клиенты и откуда они берутся я вам могу сказать что потенциальные партнеры и клиенты берутся из количества друзей которые подписаны на вашу страничку если у вас в ваших друзьях находятся 10 15 20 человек то есть брат сестра сват кто там еще может быть ближайшие ваши какие-то родственники вот то я вам могу сказать что потенциал вашей целевой аудитории очень маленький поэтому когда вы правильно оформляете свою страницу следующий момент который очень важный да то есть это наработка вашей потенциальной аудитории и это можно делать только таким образом то есть увеличивать количество друзей количество подписчиков на свою страницу при этом очень важно не забывать о краткой информации вот она находится я здесь специально увеличил да то есть есть краткая информация о вас вот обязательно обратите на это внимание сегодня вот это находится на вашей страничке с левой стороны для чего это нужно ну во первых это нужно чтобы всегда люди могли зайти и почитать а я вам могу сказать что люди заходят и читают информацию то есть они не только смотрят фотографии да например если в инстаграме человек смотрит фотографии видео и читает ваши посты ставит лайки и комментарии больше ничего не делает да то в фейсбуке еще я вам могу сказать что у людей эти возможности расширяются они еще и изучают люди хотят знать с кем они общаются что это за человек да то есть если вы думаете что вас знает весь мир да то есть сетевой или не сетевой то вы глубоко заблуждаетесь вот поэтому я также рекомендую написать вам краткую информацию прошу не путать ее прошу не путать краткую информацию с жесткой биографией да когда человек начинает писать всю свою скажем школу в каких школах в каких классах он учился в каком институте сколько мест работы он поменял люди это не читают то есть но краткая информация какие-то основные ваши моменты из вашей жизни из вашей биографии где вы может быть родились где вы живете чем вы занимались да то есть она должна обязательно быть в каком городе вы живете причем я вам могу сказать что это также очень важно и для продвижения потому что если ваш аккаунт рабочий если фейсбук замечает что вы действительно ведете какую-либо деятельность да то есть если ваш контент постоянно пополняется информацией то любое ваше действие которое вы делаете сам фейсбук рано или поздно начинает его продвигать по своей уже непосредственно скажем назовем это клиентской базе нашим простым дистрибьюторским языком вот поэтому для SEO продвижения обязательно краткая информация должна быть также в том числе поэтому я вот здесь написал хотя тут можно порядка по-моему 150 знаков писать в разделе краткая информация да я написал очень просто добро пожаловать вот можно написать добро пожаловать в май сайберин вот добро пожаловать в мой мир то есть вот я сторонник вот этого хотя люди иногда чудят вот я в принципе это тут мало читаю информации вот то есть люди sermon кого кто мецит такого легкого призыва Он всегда располагает человека, скажем, для того, чтобы он остался на моей странице, для того, чтобы он что-то понажимал, скажем, пальцами, пошлепал, посмотрел фотографии, поизучал Дмитрия Голдина, составил какое-то свое мнение обо мне или обо моей странице, ну и дальше уже принимал сам решение контактировать со мной или не контактировать. Поэтому у меня здесь написано просто, что я работаю в Cyber and Wellness, раньше я работал в компании Vision International People Group, живу я сейчас в Белграде, Сербии, сам я из Москвы, в браке я с Татьяной Голдиной, человек может зайти на страницу моей супруги. И вот этот момент подписчики тоже, друзья мои, очень важен. Это определенная группа людей, которые даже не просто относятся к моим друзьям, это могут быть даже и не мои друзья. Они могут даже и не быть подписаны на мою страницу, но люди подписаны на все обновления моей страницы. То есть, если я зашел, поставил какой-то лайк, сделал какой-то пост, разместил какое-то видео, сделал что-то еще, вот эти вот 450 человек сразу получают уведомления. То есть, от Фейсбука, что Дмитрий Голдин разместил какую-то информацию на Фейсбуке. Вот, много это или мало, не хочу, скажем, судить, но для меня лично это очень мало. То есть, вот я недавно, скажем, только вник в эту тему, поэтому звук у меня показывает, что есть. 1, 2, 3, 4, 5, как меня слышно, поставьте цифру 10, все ли в порядке у нас со звуком. Да, звук есть, значит, если звука у вас нету, значит, настраивайте свой компик, вот, свои звуковые дорожки, вот, сами. Значит, у меня показывает, что со звуком все в порядке, не буду отвлекаться, идем дальше. Вот, поэтому это очень важный момент, я рекомендую вам в него заглядывать почаще, да, то есть, и смотреть, сколько людей подписаны непосредственно на вас, на вашу страничку. Поэтому также второй момент, когда вы начинаете оформлять свою страницу, помимо красивых фотографий, помимо всяких, скажем, завлекалочек, вот, еще не забывайте и оформлять краткую информацию о себе. Вот, следующий момент, следующий момент, что касается друзей, да, то есть, вот вы видите, что у меня сегодня 4227 друзей в моей, скажем, на моей страничке в Фейсбуке, да, то есть, это вот они, причем я могу сказать, что это прям первый скрин, который я сделал, вот, поэтому я хочу вам сказать, что в интернете, в социальных сетях, как в Инстаграме, так и в Фейсбуке, работает закон больших чисел, да, даже закон, я бы сказал, даже закон огромных чисел, поэтому чем больше у вас друзей, тем больше ваша потенциальная аудитория, поэтому также обратите внимание на такие моменты, это вот здесь вот, да, запросы на добавление в друзья, вот, причем я могу сказать, что я недавно общался с людьми, говорю, слушай, говорю, сколько у тебя друзей в Фейсбуке, вот, человек один даже мне, говорит, а я даже и не знаю, говорит, сколько, где их найти, вот, сейчас я вам показываю, где их найти, и вот очень важный момент, это запросы на добавление в друзья, то есть люди, которые хотят с вами дружить, или люди, которые хотят быть на вас подписаны, вот, они всегда появляются здесь, я каждый день залазю в эти запросы и смотрю, кто стучится ко мне в мои друзья, вот, соответственно, скажем, после того, когда я вижу, кто ко мне стучится, вот, кто хочет со мной дружить, я их добавляю, не всегда добавляю всех, сразу могу сказать, то есть я не добавляю в свои друзья людей без фотографий, без аватарки, я не добавляю в свои друзья людей, которых, ну, я вижу, что это не их аккаунты, да, то есть или они прячутся под какими-то другими, скажем, дебильными фотографиями или еще чем-то, да, то есть, ну, это происходит на интуитивном уровне, то есть я залазю, скажем, на страницу, на профиль человека, который стучится ко мне в друзья и смотрю, да, то есть интересен, интересно мне его страница или неинтересно, интересен мне этот человек или неинтересен, то есть если он мне интересен, да, то есть если я вижу потенциал общения с этим человеком, то я, конечно, его добавляю в друзья, мало того, также я и сам еще ищу себе друзей, вот, да, видите, такой момент, как найти друзей, то есть нажимаю, там вы можете вводить запрос определенный, да, то есть просматриваю определенные, определенных людей, их профили и потом отсылаю, скажем, там, там, добавить в друзья, да, то есть там или, да, да, сразу посылаю письмо, ну, или не письмо, а сигнал, скажем, в фейсбуке, да, что я хочу добавить этого человека в друзья, дальше люди уже или отписываются, или просто меня добавляют в друзья, вот, или пишут мне в мессенджере «Привет, рад видеть тебя в своих друзьях» и так далее, то есть как-то вот таким простым образом проходит взаимодействие, да, то есть и наработка, скажем, своих потенциальных партнеров и потенциальной аудитории, поэтому я рекомендую вам быть в этом вопросе более открытым, вот, не ориентироваться только на свое ближайшее окружение, да, то есть ориентироваться на большую, скажем, широкую аудиторию. Также рекомендую вам присоединяться вот к такие тематические группы, да, то есть вот есть, ну, вы видите, что, и знаете прекрасно нашу с вами партнерскую группу «Манимейкер», вот, это группа команды «Ледоколы», группа команды «Манимейкер» «Сайбериан Велнос», группа, где проходит и обучение, и встречи, и информационные, то есть весь наш партнерский дистрибьюторский движ, он проходит в фейсбуке в этой группе, да, и я думаю, что все вы являетесь участниками, как бы, этой группы, и все прекрасно знаете, о чем идет речь, вот, но при всем при этом, также я могу сказать, что я рекомендую вам для увеличения потенциальных своих партнеров и клиентов подписываться в разные тематические группы, да, ну вот, например, группа «Русские в Белграде», вот давайте я вам сейчас про нее расскажу, значит, обратите внимание, что группа «Русские в Белграде», на самом деле таких групп миллиард в фейсбуке, да, «Русские в Москве», вот, «Любители Москвы», «Очень люблю Москву», «Живая Москва», «Ночная Москва», «Дневная Москва», «Как переходим, значит, к Улан-Удэ», «Мой любимый Улан-Удэ», «I love you Улан-Удэ», «Из каких городов у нас тут еще есть», «Анатолий Левлер», «Моя Киргизия», да, вот, и так далее, то есть вот таких всяких тематических групп их очень много, но обратите внимание, на что я обращаю, это на количество участников, да, то есть, в принципе, все, что меньше, вот тут 2000, да, Испания, что тут, Испания еще какая-то, да, то есть штука, вот, плохо просто видно у меня, все, что меньше 2000, я бы не обращал ваше внимание, потому что, как правило, это группы мертвые, да, то есть вот группа 570 человек, вот, но это простым словом я называю это не группа, а шляпа, то есть общения там нет никакого, вот, ну и как правило, то есть это непонятно, то есть чем больше людей, тем больше контактов, вот, хотя я вам могу сказать, что такая тематическая группа, как «Русские в Белграде», ну, на самом деле, в живой жизни, да, то есть довольно-таки беспонтовая группа, потому что, зайдя на эту группу, вот, мне, в принципе, сразу стало понятно все в первые, там, 40 минут просматривания этой группы. Единственное, что мне нравится, это 5000 человек, которые в ней находятся, вот, а так там есть человек 10 активистов, в каждой группе всегда есть активисты, которые всегда пишут постоянно какую-нибудь ерунду, да, то есть вот в этой группе ерунды много, например, там, связанная с политикой, связанная еще с чем-то, я это не читаю, и, в принципе, на активистов внимания не обращаю, вот, но также там есть люди, которые очень любят, например, русскую кухню, вот, и такие объявления иногда пролазят, там, «Леплю пельмени настоящие русские», там, телефон такой-то, да, вот, «Анина Степановна», значит, «Еду из Белоруссии, везу селедку», «Могу привезти землякам селедку», ну, вот такая вот какая-нибудь байда, значит, не связанная с сетевым маркетингом, да, но есть нормальные люди, которые дают хорошие, как бы, нормальные объявления, здесь, отсюда, из этой группы можно собрать просто в свои друзья, ну, я думаю, что перетянуть на свой аккаунт, да, то есть завести, законтактировать, поскольку любая группа – это возможность для знакомства, для контактов, для общения, поэтому, зайдя в группу, подписавшись в группу, в тематическую, да, особенно, которая находится в вашем городе, в пределах шаговой доступности, понятно, что, если, например, вы сегодня живете в Киргизии, ну, какой смысл вам сейчас, не отработав киргизский рынок, например, идти в группу любителей бразильского Рио-де-Жанейро, да, то есть стучаться в группу, где есть бразильянки, ну, к примеру, скажем, с накачанными причинными, скажем, частями тела, которые танцуют самбу, да, в Бразилии, ну, нет смысла, шаговой доступности здесь далеко, до шаговой доступности здесь далеко, в самом Бишкеке, например, в самой Киргизии есть огромное количество всевозможных тематических групп, там, сетевых, не сетевых, про природу, про искусство, про любовь к Киргизии, про спорт в Киргизии, да, про парфюмерию в Киргизии, про бизнес в Киргизии, про все, что угодно, про знакомство и так далее, то есть группы в шаговой доступности, вот что я хочу вам донести, дорогие друзья, в первую очередь, да, то есть это группы, которые люди могут жить даже с вами в одном доме или на одной улице, или в одном городе и так далее, то есть я сторонник того, чтобы вы присоединялись именно к таким группам, в первую очередь, да, также очень удобно, когда вы едете в какой-то город, когда вы знаете, что вам предстоит какая-то долгая там или длительная поездка на другую часть земли, да, то есть или в какой-то город вы всегда заранее можете зайти в Facebook, найти тематическую группу, подписаться, наработать контакты, сконтактировать с этими людьми, вот, завести знакомство, найти общие интересы, простым словом, встретиться и подписать этих людей, вот. Вот, поэтому следующий момент, как нарабатывается ваша аудитория еще в Facebook, вот, я вам могу сказать, что никто не отменял визуальный эффект, да, никто не отменял видео, никто не отменял альбомы с фотографиями, поэтому обязательно на вашей страничке, помимо того, что вы подписываете всевозможные группы, вы нарабатываете свою потенциальную аудиторию, у вас должны быть хорошие, качественные альбомы с фотографиями, потому что, как я уже сказал, что из предыдущего своего выступления, что люди смотрят, люди любят за вами следить, люди любят смотреть фотографии, люди любят смотреть видео, и в соцсетях это стоит на первом месте, поэтому обратите внимание на свои альбомы в Facebook, которые у вас есть, да, то есть я сторонник того, чтобы было несколько направлений альбомов, первое, это альбом по продукции или с продуктами, альбом ваш по бизнесу, да, и обычный какие-то отдых обязательно, и семья, значит, что-то семейное и так далее, то есть поэтому, если и обязательно эти фотографии должны быть качественные, то есть они не должны быть какие-то, скажем, мутные, вот, некрасивые, вот, они должны быть эмоциональные и так далее, поэтому у каждого должно быть единственный момент, на что я хочу обратить внимание, в работе с альбомами с вашими, что я не рекомендую вам в альбом добавлять больше 25-30 фотографий, объясню почему, люди не смотрят, то есть люди этого не смотрят, больше 20-30 фотографий, я по себе просто знаю, вот, потому что знаю одного партнера, который засандалил один альбом с определенного события компании, вот, и там было 325 фотографий, то есть вот все, что видно, каждый шаг, который он делал, он снимал на фотоаппарат и очень быстро, вот, смысла в этом нету, во-первых, это занимает очень большое количество времени, чтобы загрузить эти фотографии, полдня, наверное, нужно, вот, потом я могу сказать, что лучше всего фотографию, чтобы она гуляла по интернету из вашего альбома, еще обязательно к ней делать какой-либо комментарий, да, то есть, а еще лучше комментарий с призывом, комментарий с каким-нибудь посланием, да, чтобы люди не просто смотрели ваши фотографии, но еще и реагировали, помните, да, что я вам говорил на предыдущей встрече, что очень важно под каждым постом, под каждой фотографией, чтобы был какой-то призыв, призыв к действию, поставить лайк, написать коммент, там, написать в директ или еще что-то, вот, поэтому фотографии должны быть обязательно качественные, друзья мои, вот, и следующий момент, это ваша новостная лента, да, то есть, ваша лента, это куда вы можете выгружать или свои альбомы с фотографиями, или какие-то посты писать, как в Инстаграме, да, то есть, обязательно вы должны вести, вести каждый день свой Инстаграм, каждый день делиться с миллиардами населения той или иной информацией, своими переживаниями, своими эмоциями, своими мыслями, своими, скажем, новостями, обязательно, потому что если вы используете Фейсбук только для того, чтобы лазить по чужим аккаунтам и смотреть новости, но это, могу сказать, не приведет вас ни к новым контактам, ни к новым каким-то людям, да, то есть, поэтому вы обязательно должны его вести. Я не зря вам сказал, что в компании Cyber and Wellness есть контент-план, вот, контент-план, который помогает вам, скажем, ориентироваться, да, то есть, о том, о чем же мне сегодня написать моим потенциальным миллиардам. Также вот он, такой момент хороший на Фейсбуке, это мессенджер, это тогда, когда вы можете с человеком или созвониться, или переписываться, то есть, чем удобен Фейсбук, что можно и, скажем, знакомиться, и сразу общаться с человеком в чате, вот, задавать ему вопросы, вот, или же звонить и так далее. Это вот мои все, скажем, ближайшие люди, с которыми я контактировал в ближайшее время, да, то есть, в Фейсбуке, поэтому обязательно обращайте на это внимание, не будьте жадным до общения, вот, а залазите, потому что очень часто и вам человек не пишет под вашим постом, да, в Фейсбуке какой-то вопрос там или какой-то комплимент, а он вам пытается отправить информацию в мессенджер, да, то есть, или обозначится как-то в мессенджере, поэтому, вот, обращайте тоже на это внимание. Вот, ну, а что говорится теперь, как же это все сделать, как самому и так далее, где я возьму материалы, где я возьму информацию, вот, друзья мои, siberianhealth.com, я думаю, что этот сайт вы уже все прекрасно знаете, вот, обратите внимание все на такой раздел, как бизнес-инструменты. Я могу сказать, что когда я это увидел, я понял, что с меня сняли такой груз, как бы, работы, да, вот, что мне просто остается оформить свою страницу, как я считаю нужным, да, вот, тут есть и материалы по продуктам для социальных сетей, и материалы по бизнесу для социальных сетей, да, ага, идет запись, все хорошо, да, звук идет отлично, вот, обратите также внимание на то, что оформление профиля, да, то есть любая фотография, которую вы хотите вставить на свой профиль фейсбука, в голубых тонах, в синих, в белых, с горой, с логотипом, вот, отличные слова есть, что вы представитель бренда, ну, здорово, то есть, потому что я знаю, что вот эта вот фотография, она играет очень большое, как бы, значение, и вообще, насколько оформлен, как бы, качественно ваш профиль, да, то есть, насколько вы действительно ли вы в своем профиле являетесь представителем бренда Siberian Wellness, или, скажем, пока еще просто не являетесь никем, просто, например, Дмитрием Голдиным, да, который непонятно чем занимается, как бы, в этой жизни, это две большие разницы, которые влияют на ваши потенциальных партнеров и клиентов, даже есть оформление для специализированных групп ВКонтакте, с примерами оформления в Одноклассниках, правила поведения в группах, и вот, то, о чем я вам говорил, да, контент-план на Инстаграм, я вам могу сказать, ребята, то есть, вот, вот просто, даже если вы будете использовать то, что есть на сайте компании, и перекладывать это на свои социальные сети, вам работы хватит лет на 10 вперед, вот, и поверьте мне, то есть, то, что здесь материалы все довольно-таки качественные, довольно-таки серьезные для работы, да, вот, пожалуйста, я вам уже сказал, что если вы хотите вести свои сети как бизнес-блогер, тоже для этого есть определенные инструкции, рекомендации от компании Siberian Wellness, то есть, ну, и это просто-напросто на самом деле здорово, да, то есть, если вы хотите продвигать продукты, пожалуйста, есть раздел по продуктам и функциональным питаниям, с постами, с фотографиями, вам не нужно никуда лазить, где-то искать что-то, у кого-то дергать, вот, видите, то есть, это оформление ВКонтакте, для тех, кто хочет в социальной сети контакт развиваться и так далее, так далее, то есть, поэтому я вам могу сказать, что на самом деле, на самом деле развитие, скажем, и продвижение своего собственного бренда в социальных сетях, когда ты делаешь это по инструкции, вот, это делается просто, это делается понятно и, в принципе, проблем никаких нет, вот, вопрос только в постоянстве, да, то есть, вопрос в постоянстве только в том, что как часто вы уделяете внимание своим социальным сетям и какого результата вы хотите от этого добиться, поэтому, наверное, на этой замечательной ноте, друзья мои, я хочу сказать вам, что запись обязательно сегодняшней встречи у нас будет, мы ее выложим, выложим в наших каналах в Телеграме, вот, для того, чтобы вы могли еще раз просмотреть, переслушать, да, как бы, мои рекомендации, подчеркиваю, что я сегодня делился с вами только тем, что делаю я сам лично и что мне самому приносят результаты в плане контактологии, в плане контактов и в плане поиска новых потенциальных партнеров и клиентов, то есть, это я не взял из какого-то тренинга, от какого-то коуча, нет, то есть, это все мои наработки, я с вами ими поделился, поэтому, если у вас будут какие-то вопросы с этим связанные, вы всегда можете задать эти вопросы в Телеграме, если нужна консультация, проконсультироваться вам по вашей социальной сети в Фейсбук, ну, нет проблем, да, то есть, мы всегда можем найти время, всегда могу внести какие-то корректировки в ваш профиль в Фейсбуке или в Инстаграме, или в другой социальной сети, вот, поскольку, ну, мне всегда приятно, скажем, уделять внимание людям, которые, ну, как бы идут в правильном и в современном направлении, ну, а дальше это вопрос просто практики и постоянства, как я уже сказал, поэтому не бойтесь, не бойтесь открывать свои аккаунты, не бойтесь их вести, не бойтесь нажимать на кнопки, не бойтесь вставлять фотографии, вот, все это дает результаты при определенном постоянном действии, да, то есть, как, в принципе, и весь наш с вами бизнес, которым мы занимаемся, поэтому на этой замечательной ноте хочу вам дать анонс следующего нашего онлайн-мероприятия. Мы с вами провели две встречи уже по социальным сетям, и следующая встреча, как я анонсировал ранее, будет посвящена у нас работе со линией спортивного питания, с линией функционального питания, а в частности о контактах и взаимодействиях со спортсменами, с тренерами и со спортивными организациями. Слава Богу, что этот продукт простой, этот продукт современный для бизнеса, понятный, вот. Ну и опять же, я вам могу сказать, что я поделюсь своими наработками, своими результатами, а такие у меня уже имеются, буквально вот как вчера я заключил договор с одним медицинским врачом, у которого есть свой, скажем, центр восстановительный для футболистов, который с удовольствием решил использовать продукты Siberian Wellness в своем медицинском центре. Но это уже совсем другая история, вот, это уже не онлайн, это уже обычный живой бизнес, связанный с живым общением, связанный со списком знакомых, и об этом мы поговорим на следующей нашей встрече. Расскажу все, как делаю сам, как контактирую, как вывожу на контакт, как вывожу на продукт, вот, на закупку и все такое. Поскольку я могу сказать, что этот рынок очень интересный, вот, и рынок довольно-таки очень перспективный для построения структур и организаций не только с продуктами для здоровья, но еще и для спорта. Направление простое, соответственно, работать в нем просто, и зарабатывать деньги в нем тоже можно, и очень даже большие. Какие, поговорим на следующей встрече. А за этими замечательными словами хочу пожелать вам, как уже сейчас модно во всем мире говорить, сибирского здоровья, вот, и процветания. Хорошей вам работы, до новых встреч в эфире. С вами был Дмитрий Голдин. С вами был Дмитрий Голдин.